МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Кимрском городском суде вынесен приговор гражданина Узбекистана, который признан виновным в угрозе убийством и убийстве. Мы сообщали в патрульной службе о безвестном исчезновении летом 2019 года 32-летней жительницы села Горице Кимрского района. Следствием и судом установлено, что муж бил женщину и угрожал убийством, а спустя некоторое время целенаправленно нанес ей множество ударов кулаками и ногами в область жизненно важных органов. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. С целью скрытия до преступления злоумышленник закопал тело недалеко от дома. Приговором суда мужчине назначено оказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Собранные вторым отделом по расследованию особо важного дела регионального следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении матери 7-летней девочки, тело которой было обнаружено 9 марта в реке Сыроверка. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Вы видели, как она упала, да? А почему не помогли-то? Я не в состоянии была, у меня какого-то раппи сначала взяла. Что-что? Оторопь взяла. Оторопь взяла вас, да? Вам нужно было прыгать туда, а помочь никого не было возможности попросить? Был кто-то еще в деревне? Рядом здесь никого не было. Вы любили свою дочку-то? Очень. Она у вас одна? Да, самая последняя. Вы работали? Да, я, да, ярко работала. А как же вы не сказали, что ведь ее же так долго искали и на земле, и в лесу? Я испугалась. Испугались? Предварительным следствием установлено, Установлено, что 8 марта текущего года в дневное время в селе Весегонского района 45-летняя женщина, являясь матерью малолетней девочки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что дочь не умеет плавать, оставила последнюю одну на улице рядом с домом с учетом нахождения в непосредственной близости от него реки Сыроверка, которой имеется свободный доступ. Около 16 часов женщина, решив проверить, где находится ее ребенок, вышла на улицу и пошла в сторону реки, куда незадолго до этого, как она видела в окно, направилась ее дочь. Подходя к реке, она заметила малолетнюю на берегу и окликнула ее, отчего девочка обернулась, а затем, потеряв равновесие, упала в воду. Мать, видя происходящее, имея реальную возможность спасти своего ребенка, либо позвать на помощь для ее спасения иных лиц из числа жителей села, не предприняла никаких мер к этому, а, подойдя к месту падения девочки в реку, убедилась, что последняя отсутствует на поверхности воды, покинула место происшествия и направилась обратно домой. Это преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании. На первоначальном этапе не было даже установлено места нахождения тела потерпевшей. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета, сотрудников органов дознания, МЧС и волонтеров, их оперативности и слаженности в работе обнаружено тело девочки. Женщина признана виновной. Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года, четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.